Есть всякие чудеса какие-то, связанные с энергетическими частотами. Это что-то из разряда Саид Бабы. Делал золото из пространства. Астральный порошок называется канал. Когда ты его нарабатываешь, что что-то вроде такой золотой пыли сыпется вот так на руку, то можно ее прям собирать. Я до такого не доходил. Я его нарабатывал, нарабатывал, но не стал этим заниматься, потому что мне кажется, что это нереально. Видели медиумы, да, они впадают, там, будущее предсказывают, там, еще что-то. Это другая частота, это тоже нарабатывается. Человек, который к этому предрасположен, ему, если это сильно нравится, можно делать и это. Кажется, что в этом какая-то большая ответственность, и я тоже эти частоты не нарабатывал. Я нарабатывал частоты, которые на очищение только. Выбить там сущность, негативную энергию. Как целитель я себя никогда не позиционировал, но какие-то оздоровительные эффекты, они происходят после чистки. Это естественно, тело было зашлакованное, мы ее почистили и перестал. Сейчас поговорим о вибрациях или частотах, говорят еще каналы. Когда ты начинаешь говорить про энергетику, все такие, а, ну да, энергия, наверное, существует. А что конкретно, непонятно, что это такое. Есть люди, которые могут транслировать частоты энергетические. Что такое энергетическая частота? Сегодня мы все знаем, что такое Wi-Fi. Есть транслятор, есть приемник. Человеческий мозг — это приемник энергетических сигналов. Если мы пойдем в физику шестого или седьмого класса, то есть резонанс. Частота приемника должна совпадать с частотой транслятора. Создается поле вибрационное, оно подавляет все остальные сигналы и усиливает только твой один. За счет этого есть передача информации. То же самое передача энергии. Представьте, что у человека есть какой-то приемник в виде человеческого мозга. Можно его настроить на определенные вибрации. И мы настраиваем, допустим, там, я не знаю, 82 FM. И мы с этой энергией работаем. Есть такие энергетические практики родом из Советского Союза, нашего региона, скажем так. А конкретно город Ташкент, космоэнергетика, Петров. Русский мужик похож на профессора Преображенского. С бородочкой такой, очучка. Кому интересно, забейте в Ютубе, на всякий случай, гляньте, что это за человек. Энергетический, как проводник, он был очень сильный. Чтобы вы понимали, насколько был это уникальный человек, 95-й, по-моему, год, 91-95 год в городе Алмата, они ему собирали, если они не врут, по 3 тысячи долларов 300 человек. В то время полторы тысячи долларов стоила однокомнатная квартира. Боже, кто Алматы знает. Почему-то он в тот период позиционировался как целитель. Он лечил рак груди за два сеанса. Грудь лопалась, выходил гной, и онкология уходила. Целительство в космоэнергетике – одна из побочных явлений. Потому что сама цель космоэнергетики – это сделать планету Земля лучше. Счастье озера, нефтяные пятна они могли убирать. Есть такой канал космоэнергетики, канал левитирующих йогов – Бон. Его ученица год, короче, медитировала и научилась левитировать над Землей. И когда она пришла, ему стало показывать, он ей говорит, а для чего? Зачем ты столько времени на это потратила? Она там плакала, ты меня обесценил. У них просто истерика была. Я же говорю, что я очень неперечный человек и не верю на слово. Когда слушаешь его биографию или его видео, где он объясняет, как это все работает, то кажется, что какой-то миф, какая-то сказка. Когда ты сталкиваешься с людьми, которые его лично знали… У нас в Алмате есть женщина, я, наверное, имя не буду называть. Я говорю, насколько он был сильный. Игорь, он при мне вот так приходил, руки на стол ставил, руки на столе вот так, а сам исчезал, тело растворялось. Оно не то чтобы исчезало, оно переходило в другой мир. Поэтому в этом мире оставались только руки, а тело оставалось там. Я надеюсь, что я вам хоть как-то приоткрыл занавес. Если заглядывать туда дальше, то там просто огромный мир, с которым разбираться и разбираться. Если честно, я знаю совсем чуть-чуть. Я не считаю себя прям огромным специалистом в сфере энергопрактики или каких-то частот. Я беру только то, что могу применить на практике и то, что мой разум готов принять. Но с каждым годом мой разум чуть расширяется, я принимаю каждый раз чуть больше. И у меня есть одна из способностей. Я раньше думал, что это есть у всех. Оказывается, если не у всех, я могу запоминать частоты на местах силы. Поэтому я на места силы не особо люблю ездить. Больше одного раза я не вижу смысла, потому что я эту частоту уже знаю. По местам силы в Московской области и в Москве я знаю все частоты. Потому что мой учитель, она передала мне вот эти частоты, которые она знала. Это не так, знаете, как там вот тебе частота. Это, короче, происходит просто в общении. Вот это частоты, энергетические частоты, которые влияют на нашу жизнь, на каждого человека. И веришь ты в это или не веришь, оно просто существует.